Семейный подряд наркобизнесе. В места не столь отдаленные по приговору Сыктывкарского суда должны отправиться Валерий Вахнин, Руслан Осипов и Марина Камягина. Это трио жителей Ухты и Сосногорска наркоборцы Коми задержали в апреле прошлого года. Причем юноши взяли в Сыктывкаре, когда они приехали забирать очередную оптовую партию синтетического дурмана, а девушку на съемной квартире в Северной Жемчужине. Детали операции в репортаже Эдуарда Бушуева. В середине апреля 2020-го столичные наркоборцы задержали наркокурьера Константина Доронина, который по заданию межрегионального интернет-магазина привез в Сыктывкар почти килограмм синтетического дурмана. Часть этой оптовой партии, 250 граммов, в итоге оказалась спрятана в тайнике на выезде из Ижинского района столицы. Оперативники установили наблюдение. Через 9 дней ночью к этой закладке подошел 19-летний ухтинец Руслан Осипов. Оказалось, накануне он приехал в Сыктывкар со своим подельником, 21-летним Валерием Вахниным. Получив очередное задание от оператора, они направились в бюджетную городу Сыктывкара. На федеральную автодорогу «Вятка», где получили первую закладку. В дальнейшем, получив очередное указание, направились... Один из них направился в Ижинский район города Сыктывкара, где и был задержан. В квартире по улице Пушкина, где временно остановились приезжие гастролеры, оперативники изъяли еще три пакета, в которых лежало свыше 600 граммов порошка. Больше 200 граммов остатки предыдущей партии силовики обнаружили в съемной квартире в Ухте, когда сдержали их подельницу Марину Камягину. Следствие выяснило, девушка-студентка и ее гражданский муж Валерий Вахнин устроились в интернет-магазин осенью 2019-го. Изначально молодые люди осуществляли роль закладчиков наркотических средств. Спустя несколько месяцев их повысили до уровня так называемого мини-склада и давали уже партии наркотических средств массой около одного килограмма. В функции дальше уже входила фасовка этих наркотических средств, размещение их на территории города Ухты и города Сыктывкара. Получив новый статус в интернет-магазине, сожители взяли к себе в подручное двоюродного брата девушки Руслана Осипова. Юноши делали оптовые розничные закладки, а Камягина вела основную переписку с интернет-магазином, фасовала наркотики по пакетикам. Примечательно, что молодые люди по требованию оператора отправляли свои селфи с определенными жестами для подтверждения своей личности. Они пояснили то, что их нужда толкнула на совершение их преступлений. Указали, что им не хватало на жизнь доходов и на это пошли. Но надо сказать, что Вахнин еще в октябре-ноябре 2019 года являлся даже сотрудником транспорта и полиции, скажем так, работником неатестованным. Может быть, буквально 2-3 месяца там поработал, принял решение подрабатывать таким образом. Все трое указали на то, что им надо было оплачивать съемное жилье и нести расходы как раз на текущую жизнь. Молодые люди пытались убедить суд, что три эпизода покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере – это одно преступление, значит, и наказание должно быть ниже. Сыктывкарская афемида с такой трактовкой не согласилась, но приговор немного смягчила. Валерий Вахнин получил 10 лет колонии строгого режима. Родственникам дали по 8 лет. Кроме того, с ним придется заплатить по 30 тысяч рублей штрафа. Многокурьера Константина Доронина осудили к 9 годам лишения свободы.